Ладыгина Юсупова Богородская Сталина как только не назывался ранее поселок Володарского. Именно его истории, начиная с революционных лет 20 века, посвящена новая экспозиция, развернувшаяся в сквере юность. Организаторы приурочили ее к 570-летию населенного пункта. Это населенный пункт, село Юсупово так было. И деревни были Малый Юсупово, Большой Юсупово, это такие названия. По ним и Осипов Александр Иванович, автор фабрики, русский купец, назвал и свою фабрику. Речь о Юсуповской предельной фабрике, которая долгое время была градообразующим предприятием и фактическим центром культурной и образовательной жизни поселка. Фабрика была не только родоначальницей, но и кормилицей в тяжелые годы, как говорится, и в бедах, и в радости. Вот это все с фабрикой связано. Потому что жилищное строительство тоже с фабрикой связано. Воспитание дошкольных детей, шество со школы. В 1929 году фабрику переименовали в честь революционера Владимира Володарского. И лишь в 1955 году его имя получил и сам поселок. Первые три стента в выставке рассказывают об истории. О том, как защищали родину, восстанавливались после Великой Отечественной войны, учились и проводили в свободное время селяне. Хор. Больше 30 человек было в хоре. Мужчины были. А потом хор, конечно, много лет существовал. Это был один из первых кружков вообще у нас. У нас в каждой деревне был маленький хор. А потом в начале 20-х объединился. И потом уже послевоенный он уже был большой. Оркестр свой духовой. На последнем стенде традиционно отображена современность. Сейчас в поселке Володарского более 10 тысяч жителей. Практически областной город. Этой выставкой мы хотели бы начать рассказывать историю наших поселений. И поэтому у нас огромная просьба жителям других поселений, у которых есть старые фотографии, чтобы принесли в историко-культурный центр. Мы их отсканируем и вернем. Всего на выставке 48 уникальных фотографий. Их предоставил музей поселка Володарского, который, кстати, отмечает в этом году 57 лет с момента своего основания. Фотографии впечатляют своим временем, которое тут отражено, и лицами, которые мы видим. Они какие-то совсем другие. Взрослые, в то же время очень одохотворенные. Первый выпуск Сталинской средней школы. 41-й год. Теперь вот смотришь на них и понимаешь, люди готовы к суровому испытанию жизни в любой сфере. Оценить экспозицию можно до конца апреля этого года. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.